19 августа 2020 года с праздником, мои дорогие, с преображением Господним. Необычное преображение у нас в этом году. Впервые за 160-170 лет сегодня ночью на горе Фавор не было ни одного прихожанина. Монастырь из-за коронавируса остается закрытым. Попасть туда совершенно невозможно ни из группы, ни каким другим образом. И примешивается такая вот нотка горечи к сегодняшнему дню. Но мы с вами не будем унывать, и я не оставлю вас без горы Фавор. Мы с вами побываем сегодня на Фаворе. Мало того, я всё при всё вам про Фавор расскажу, покажу. Поговорим также о самом событии преображения. Может быть, даже расскажу вам какие-то вещи, которых вы раньше и не знали, и не слышали. В общем, не выключайте этот выпуск, он обещает быть очень и очень интересным. Гора Фавор находится в Галилее. Находится она в очень интересном месте. Это северная оконечность Израильской долины, граница территории колена Иссахара и Зевулуна. Получается, что место это с древнейших библейских времён было стратегической точкой. И стратегической точкой очень-очень важной. Пророчица Девора вместе с полководцем Бараком собирали там войска против врага Израиля, стесары. Мы с вами читаем в псалмах царя Давида, что Фавор и Хермон возрадуются о имени Господнем. Почему именно Фавор так выделял Давид? Ну, Хермон, понятно, это самая высокая гора у нас. А вот почему именно Фавор? Думается именно из-за её особого стратегического положения, также из-за её формы. Дело в том, что вообще слово Фавор на иврите Тавор в переводе означает Пуп или возвышенное место, возвышение. И вот действительно среди всех прочих галилейских гор Фавор как-то сразу выделяется. Все остальные как-то так располагаются или такую форму имеют, что ну холмы и холмы. А вот Фавор видишь даже издалека сразу, о, гора! Хотя на самом деле он невысокий. Фавор это 588 метров всего лишь, да, то есть небольшая гора. Но вот её аккуратная такая вот классическая форма сделала эту гору очень приметной и известной. Мало того, в библейские времена даже использовали слово Фавор для обозначения чего-то или кого-то, выделяющегося, возвышающегося над другими людьми. Так, например, пророк Иеремия, царя Египетского, описывая, говорит нам, он как Фавор среди других гор. То есть он среди других царей возвышается, выделяется своим величием. Вот так Фавор было именем нарицательным даже в те далёкие библейские времена. Откуда же мы знаем, что всё-таки преображение было именно на горе Фавор? Ведь действительно есть и гора Мирон достаточно высокая, ну и, наконец, Хермон, это самая высокая гора у нас. Почему именно Фавор? Ну, во-первых, потому что Фавор находится именно в той части Галилеи, где преимущественно жил и проповедовал Господь наш Иисус Христос. То есть, соответственно, не было смысла Спасителю так далеко ходить для того, чтобы подняться на гору и помолиться с учениками, как, например, идти до горы Хермонт, Назарета. Соответственно, скорее всего, они бы выбрали какую-то гору ближайшую, ближайшую к ним. Интересно, что апостол Пётр в своём втором послании упоминает гору Фавор, говоря о преображении, он говорит, что мы были свидетелем преображения на священной горе. Так и называет эту гору священной. То есть это говорит о том нам, что уже в те первые века христиане знали, о какой горе шла речь, и уже её как-то среди прочих других гор выделяли. И вот так ранняя христианская традиция буквально с первых веков стала считать Фавор местом преображения. Вообще предания говорят о том, что на Фавор пришла царица Елена, и что именно она, мать императора Константина, заложила на Фаворе первые храмы. Кто-то говорит, что их было три, кто-то говорит, что их было четыре храма. Имеется в виду храм в честь самого Господа Христа, то есть храм в честь преображения, возможно, или в честь Господа Христа. Храм в честь святых апостолов и в честь Моисея и Ильи. Либо вместе, либо для каждого был свой храм заложен. То есть она построила храмы для каждого из участников преображения. В VI веке, мы знаем это из паломнических записей, дневников, на Фаворе стояло три храма, и паломники ассоциировали эти храмы с тремя кущами, о которых я расскажу вам чуть позже и объясню вам, почему апостол Пётр, собственно, хотел, предлагал построить кущи на Фаворе. Руины большого византийского храма можно увидеть на территории католиков. Католический монастырь находится прямо за стеной от нашего, на вершине Фавора. А вот на территории нашего монастыря есть так называемая пещера Мельхиседека, которую считают частью другого большого византийского храма, здесь стоявшего. Далее, во времена крестоносцев мы доподлинно знаем, что на Фаворе был монастырь, и жили там монахи, там была братья. Наша Иерусалимская патриархия полагает, что было уже сразу два монастыря, католический и православный, что уже тогда территория горы была поделена между двумя конфессиями. Так или иначе, но в XIII веке, когда крестоносцы были со святой земли изгнаны, монастыри или монастырь были разрушены, и была построена на Фаворе великолепная крепость на фундаменте этих древних монастырей. И вот когда мы с паломниками раньше поднимались на Фавор, проезжали место, и иногда те, кто ехали со мной в машинке в микроавтобусе, меня даже спрашивали, что это за строение здесь было, потому что огромные такие массивные камни. Вот это остатки этой крепости, она была большая, и остатки её можно видеть в разных точках вершины горы Фавор. И так эта крепость существовала для защиты от крестоносцев, то есть носила такой абсолютно военный оборонный характер, и никакая молитва на Фаворе не совершалась в течение многих веков. Паломники, конечно, особо такие ревностные поднимались, на Фавор молились, но храма там никакого не было. И вот в 1854 году приходит на святую землю один молдавский, румынский монах по имени Иринарх. Он был из школы поэсии Величковского, и начинает он жить на Фаворе, как подвижник, постепенно вокруг него собираются ещё сперва один ещё, брат к нему пристроился с ним вместе, подвязаться жить, потом ещё один. И вот получается такой как бы крохотный совсем монастырь, но никакого храма нет, помещения нет, то есть они живут буквально на развалинах византийского храма. И вот, конечно же, мечтает Иринарх построить храм, но на что? Нужны большие деньги. И тогда решает он, как часто делали тогда на святой земле, написать кому? Правильно, русскому царю, естественно. Александр II очень щедро жертвовал всегда средства, откликался на такие письма, на такие просьбы. И вот он перечисляет необходимую сумму на нашу Иерусалимскую патриархию, которой участок принадлежал, и был построен сперва храм, а потом и монастырь, который мы посещали с вами, мои дорогие паломники. Если вы меня сейчас видите много-много раз, вот вы видите ворота монастыря, на них стоит дата 911 год. Это дата постройки ворот. Сам монастырь был построен в 1862, уже после смерти отца Иринарха. То есть это строили уже его ученики, как бы фактически. На сегодняшний день монастырь этот женский, в нём живёт шесть монахинь. В основном это румынки и, по-моему, две или три сестры греческие, гречанки. И, конечно же, настоятель, архимандрит Иларион. Монастырь хоть и маленький, но очень строгий. Здесь каждое утро в 5.30 утра начинается утренняя, потом литургия. С 8 утра раньше монастырь был открыт для посещения паломников до 3 часов дня. Поднимались мы в монастырь на микроавтобусиках, потому что пешком это занимает где-то, наверное, 45 минут, может быть, час. И, к сожалению, паломнические программы так построены в современном мире, что, конечно, мы не можем себе позволить такой роскошь, подниматься, спускаться, потратить 3-4 часа на посещение фавора. Это будет тогда означать, что в другие места не успеем. Поэтому поднимаемся на машине, занимает это, ну, какие-то 7 минут, 10 минут подъём. И вот сам монастырь. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Славы учеником твоим, славу твою, якожи мажаху, дава сияет и нам грешным, свет твой пресносущный, молитвами Богородицы, светодавче слава тебе. Сам монастырский храм имеет необыкновенно красивые росписи. Здесь изображены по одну сторону мужчины святые, преподобные и мученики, по другую сторону женщины. И, конечно же, в основном это те святые, которые имеют связь со святой землей. В монастыре хранится знаменитая икона Матери Божией, неувидаемый цвет, акафисная, которая приплыла к нам по морю. Отправил её один грек, которого Матерь Божия исцелила от онкологии. И поскольку молился он именно перед этим образом, то решает отправить его к нам. И вот так по морю в бутылке икона приплыла в 1956 году. И, конечно же, сейчас к ней огромное количество людей прибегают и получают помощь благодатную от Матери Божией. И мы с паломниками тоже всегда пели, помазывались обязательно из лампадки. Справа от царских врат мы видим с вами могилу отца Иринарха. Он почил в 1859 году. Ну и очень приятно походить вокруг храма. Всегда раньше паломникам это советовала, потому что особый такой вот воздух здесь, особое небо, особое ощущение природы. Да, вот это именно, если походить по территории монастыря, здесь и оливки, и лимон, ну и, конечно, знаменитые три кущи. Вот о кущах и о самом событии преображения я и хочу поговорить с вами сегодня в продолжении нашего такого вот виртуального видеопаломничества. Созерцая фавурский свет, апостол Пётр находится в такой невероятной радости, что предлагает спасителю построить три кущи, три палатки. Вот такое наивное, но на самом деле не такое уж наивное желание как бы остаться на фаворе, остаться в этой радости, не покидать этого места, где они сподобились, апостолы сподобились побывать в Царстве Небесном. Что это за три кущи? Как бы нам всё-таки вообразить себе, ну вот как они могли выглядеть, как бы Пётр мог их построить там, прямо на фаворе? Дело всё в том, что кущи эти – это прямая аллюзия, прямая как бы ассоциация с праздником Суккот. Суккот – это еврейский праздник, который празднуется немножко позже, чем наше преображение. Обычно это сентябрь-октябрь по еврейскому календарю, поэтому праздник переходящий. И праздник этот установлен в честь окончания сбора летнего урожая, то есть это особый праздник, когда возносится благодарение Богу за обильный урожай, и израильтяне переселяются в палатки. То есть в древности строили такие шалаши из дерева каркас, из ткани и стенки, из пальмовых ветвей крыша, прямоугольные такие шатры, палатки. И из своих каменных к тому времени уже домов народ Израиля переселялся в палатки. Воспоминания того, как они когда-то ходили по Аравийской пустыне, за Моисеем, и как они жили в бедности, в простоте. И как бы напоминают они этим себе, что всё, что дал Господь, это дал Он, а мы перед Ним бедные странники. Вот как были, так и остаёмся. До сих пор в Израиле в дни суккот эти палатки ставят, и даст Бог, я вам обязательно их покажу, когда суккот у нас в стране настанет. Но сейчас, правда, люди не живут в них, а принимают пищу по заповеди, обязательно трапезу совершают вот в этих шатрах. Сука – это, собственно, палатка-шатёр. И вот апостол Пётр почему-то хочет поставить эти суккот, эти кущи или шатры, палатки, как бы в неурочное время, до наступления праздника суккот. Дело всё в том, что по древней традиции иудейской, пришествие Господа Христа, то есть пришествие долгожданного царя Мессии, ожидали именно в праздник суккот. Суккот – это очень мессианский праздник, и есть такое у него мистическое значение, что именно в эти дни придёт Спаситель. Вообще праздник суккот начинается тем, что вечером люди, верующие евреи, собираются за столом и поют такую вот песню на арамейском языке, молитву «Улю Ушпизин» – «Приходите в гости, приходите в гости, приходите, святые». Авраам, Исаак и Иаков, и царь Давид, и Моисей, то есть они зовут в свою палатку, разделить с ними трапезу древних пророков. И, конечно же, когда же, как не в этот момент, когда умершие соединяются с живущими, то есть у Бога все живы, как же, как не в этот момент прийти Господу Спасителю, Мессии? То есть вот такое, это очень кратко я, конечно, объясняю, не углубляюсь в подробности, но вот такое понятие о суккот существовало и существует. И, соответственно, Пётр, видя Господа Христа в божественной славе, понимая, что он не просто учитель и никак уж не просто человек, а явно это и есть царь Мессия долгожданный, Пётр хочет построить и текущее. Он хочет совершить как бы эту заповедь суккота, совершить её в конечной её полноте, иными словами. Можно здесь понять такой смысл. Это, конечно, один из вариантов, да, я ни в коем случае не претендую на какую-то истину в последней инстанции, но однозначно, что у всех людей, живущих в Израиле, тем более у тех евреев, которые стали потом христианами, да, однозначно преображение ассоциируется с праздником суккот, вот с этими кущами, которые ставятся на суккот. Чем же было само преображение? Давайте немножко поговорим о таинственном смысле этого удивительного события и поговорим о том, какое значение событий преображения имеет для нас с вами, для сегодняшних христиан. Для того, чтобы нам понять мистический, глубокий смысл преображения, нам нужно вспомнить с вами о том, как описывается преображение в Евангелии. Начинается рассказ о нем с беседы Господа с учениками в Кейсарии Филипповой. Это на границе с Ливаном, на самом-самом севере Израиля. И вот Господь спрашивает учеников, за кого почитают меня люди. Они говорят за одного из пророков, другие говорят за Иоанна Крестителя, который воскрес из мертвых. Господь говорит, а вы за кого меня почитаете? Тогда Петр говорит удивительные слова «за Христа, Сына Божия». То есть, еще не увидев славы Божией, Петр уже называет Господа Мессией, помазанником Божиим. На самом деле, если бы рядом стояли фарисеи и услышали бы такое, они бы восприняли это как богохульство. Разве можно человека называть Христом Божиим? Разве можно человека называть Богом? Они бы наверняка стали в лучшем случае задавать Петру возмущенные вопросы. На каком основании ты это говоришь? Как ты можешь так называть его? И вот думается, что Петр вряд ли бы смог найти подходящий ответ из Священного Писания или из чего бы то ни было, поскольку был он рыбаком, как мы с вами знаем, и вряд ли был человеком очень сведущим в Священном Писании. Скорее всего, он бы сказал что-то типа того, что сердце во мне горит и говорит мне, что это Он. Я вот сердцем чувствую, знаю, что это Господь, а доказать не могу ничем. И вот в ответ на это удивительное исповедание Петра Господь дает такое же удивительное обещание. Он говорит, истинно говорю вам, никто из вас, предстоящих здесь, не увидит смерти, пока не увидит Царствие Божие, грядущее в силе. И после этого, по прошествии дней шести, он берет Петра Иакова на гору Высокую. Вот эти шесть дней, как раз мы с вами говорили, возможно, это как раз-таки расстояние, время пути от Хермона до Фавора. Конечно, немножко большое время, но учитывая, что Христос ведь не шел, целенаправленно останавливался, проповедовал, шел не спеша, как раз шесть дней могло занять. Так вот, что происходит дальше на Фаворе? Во время молитвы Господь преображается перед учениками. Что это означает? Означает, что преображаются глаза учеников, как говорит нам святитель Григорий Палома. То есть Господь дает им увидеть себя таковым, каким он являлся на самом деле. Увидеть себя в божественной славе, которая Господу всегда была присуща. Господь, находясь на земле, не переставал быть Богом, и, соответственно, его божественность, она никуда не исчезала. Она была как бы сокровенно прикрыта. И здесь Господь открывает очи апостолам, открывает им духовное зрение, и они видят его божественную славу. Как говорит святитель Григорий Палома, что такое Царствие Небесное? Там, где Христос, там и Царствие Небесное. Там, где любимый учитель, это и есть его царство. Соответственно, апостолы действительно в момент преображения находятся в Царстве Небесном, как Господь и обещал Петру. И вот в этом удивительное чудо преображения, в этом удивительная связь этого момента с нами, сегодняшними христианами. Дело всё в том, что вот этот невещественный свет, этот свет славы Божией, увидеть человек может только глазами духовными. То есть Господь переводит апостолов в духовное состояние, чтобы они смогли лицезреть этот свет, чтобы они смогли в нём находиться. Мало того, авансом как бы даёт им возможность находиться в нём, потому что ничто нечистое, греховное в этом свете находиться не может. Избранные Господом апостолы, ещё не просвещенные Духом Святым, ещё не являющиеся в полной мере апостолами, потому что ещё Дух Святой на них не сошёл. Но уже в предвкушении этой радости, в обетовании этого служения, которое они будут нести, сподобляются от Господа находиться вот в этом фаворском свете, пребывать в нём, видеть его, ощущать его. И вот мы с вами знаем, что впоследствии святые отцы, преподобные монахи, молитвники, не только древние, но даже наши с вами современники, такие как святой преподобный Сафроний Сахаров, будут свидетельствовать нам о том, что во время молитвы Господь давал им видеть этот фаворский свет, они находились в нём. И вот, соответственно, этот свет фаворский – это то состояние пребывания со Христом во Христе, к которому, в принципе, стремится каждый христианин. Собственно говоря, мы ведь с вами живём не ради того, чтобы там, в Царстве Небесном, получить дома, машины, квартиры, как, например, в исламе несколько, скажем так, аллегорично и по-земному изображают рай, что там будет столько-то баранов, адолиски, девушки будут у каждого мужчины, что там будет много еды и много какой-то радости такой чисто земной. Не будем сейчас уточнять аллегории ли это, или действительно они так понимают, мусульмане, это другая тема совсем. Скажем лишь о том, что у нас в нашем христианском вероучении православном для нас Царствие Небесное – это соединение с Господом Христом, пребывание с Ним, мы хотим только Его и только быть с Ним. Вот наша любовь к Нему настолько сильна должна быть, что мы только Его ищем и с Ним хотим пребывать. И, соответственно, вот этот фаворский свет – это как состояние пребывания с Господом, это свет духовной, духовной радости, свет энергии божественной, свет благодати божественной. Вот мы, например, с вами знаем, что ангелы пребывают в этом свете, в этих божественных энергиях, питаются ими, ведь ангелы не едят нашу земную пищу, не нуждаются в ней. И общаются посредством этих энергий, передавая друг другу информацию их собственным ангельским способом, даже иногда это называют ангельский язык. На самом деле это всё попытки описать состояние души, пребывающей в Боге, как младенец в утробе матери. Наверное, очень трудно описать, что чувствует младенец в утробе матери. Но вот точно так же, наверное, нам трудно земным языком подобрать нужные образы и слова. И вот так же этот нетварный свет, это тот свет, о котором говорится в начале Библии, в книге Бытия. И сказал Бог, да будет свет, ведь это ещё до сотворения солнца, до того, как Господь сотворил светило. Соответственно, этот свет божественный, это не что иное, как свет божественной благодати, божественной энергии, которым Господь творил мир. И вот так же этот фаворский свет имеет связь с нашим с вами будущим. Дело в том, что когда мы говорим с вами о втором пришествии Господа Христа, мы вспоминаем слова апостола Павла о том, что Христос будет всё во всём. То есть вся вселенная будет окутана, пронизана вот этим божественным светом. И дальше Павел говорит, всякое дело огнём испытуется, искусится, проверится, испытается. Тот, у кого дело устоит в огне, тот спасётся, а тот, у кого не устоит, тоже спасётся, но как бы из огня. Как понять эти слова? Что это за огонь такой? Вот это и есть фаворский свет. Это свет благодати Божией, это огонь божественной любви. И каждому из нас с вами будет нужно войти в этот огонь, мы просто окажемся в нём. И вот как мы воспримем его, что мы почувствуем, что для нас этот огонь окажется? Окажется ли он для нас с вами радостным соединением с Господом Христом, блаженством и счастьем пребывания с тем, кого мы искали всю жизнь и к кому стремились? Или же наоборот, этот огонь, этот свет божественной любви станет попалять наши грехи и высветить все наши скверные, наши грязные дела, а ведь исправить их будет уже никак невозможно. И вот тогда для нас он окажется адским пламенем. Так что вот какая связь у преображения с нашей с вами повседневной жизнью. Дай Бог нам искать этого света, света любви божественной, света правды. Да, ведь даже, подумайте, даже в быту, даже люди неверующие часто говорят, какой светлый человек, да, какое светлое у него лицо. И ведь имеют в виду что-то совершенно особенное в этом, правда? Вот действительно, потому что об этом они и говорят. Вот свет божественной благодати присутствует в человеке или нет. Мы с вами хорошо знаем путь, да, и что нужно делать для того, чтобы Господа Христа в сердце стяжать, для того, чтобы сподобиться встрече с Ним уже в этой жизни. А ведь Царствие Небесное внутри нас, соответственно, начинается оно уже здесь, уже в этой жизни нам не нужно для этого ждать смертного часа, чтобы войти в Царствие Небесное. Это уже здесь и сейчас мы ежедневно можем выбирать, хотим мы быть со Христом, трудиться для этого, молиться. Или же мы хотим жить по законам мира сего, по законам тела, своей плоти, своих хотений и желаний бесконечных, которые нас дергают во все стороны с вами. Вот в День Преображения вот о таких вещах можно задуматься и, может быть, как-то настроиться на грядущий год до следующего преображения, подумать об этом. Ну вот, мои дорогие, наш праздничный выпуск подходит к концу. Ну, напоследок я хочу вам сказать, объявить о небольшом подарке, который мы подготовили вам на сайте нашего клуба видеопутешествий ТОПОС. Мы открыли форум. Теперь вы можете задавать там вопросы нашим авторам и напрямую получать от них ответы. Поскольку многие из вас уже пытались общаться с авторами через отзывы, это было крайне неудобно и не получалось оперативно у авторов вам отвечать. Это нужно было делать только через модераторов. Теперь все очень просто. Авторы сами имеют доступ к своим страницам. Вы пишете напрямую вопросы, авторы напрямую пишут вам ответы. Со временем наши авторы обещают и сами задавать какие-то интересные темы для обсуждения и также публиковать там анонсы своих экскурсий, какие-то дополнительные фотографии и так далее. Так что вот такое вот у нас продолжение развития нашего с вами общего дома, клуба видеопутешествий ТОПОС. Я также хочу сказать, что завтра у нас выйдет Евангелие от Луки с Божьей помощью. Очень надеюсь успеть завтра к вечеру все записать и выложить. Вы, наверное, уже подумали, что я забыла, что больше мы Евангелие читать не будем. Ну, конечно, нет, разумеется, просто очень много дел и все-все-все успевать сложно. Сейчас потихонечку войдем в нужный режим и на нашем канале, и во всем остальном. И вот, собственно, и все на сегодня. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь с Господом. Храни вас Господь. До новых и скорых встреч. До новых встреч. До новых встреч.